Первомайский район, пригород Бурнаула, одно из привлекательных мест для строительства дома. И пока они здесь росли как грибы. Во многом благодаря льготным кредитным госпрограммам, в том числе сельской ипотеке. Заем на строительство или покупка уже готового дома всего по 3% годовых, недалеко от города, прельщал многих. Но ситуация, возможно, скоро изменится. И сельской ипотеки хотят исключить населенные пункты в радиусе 50 километров от города. Эту программу придумали для чего? Чтобы молодежь задерживалась на селе, соответственно, люди оставались, возвращались в деревню, получали эти льготные дома. А сейчас, можно сказать, за деньги Министерства сельского хозяйства люди себе коттеджи строят вокруг городов. Это немножко не то, ради чего это все придумалось. Поэтому сейчас предложение от Министерства сельхоза эту границу отодвинуть. И там звучала цифра 50 километров. В нашем случае вот как раз все то, о чем мы говорим. Фирсова, Ботаника, Палитра, все за эту границу у нас с вами переходят. Ну и пускай она будет 10 километров от города. То есть приезжаем в Фирсово, мы видим загородный дом. Для меня это уже село. То есть другого восприятия нет. Не может пригород, так скажем, относиться к городу, потому что там нет многоэтажной застройки. Правильно? То есть там все одноэтажные дома. То есть то, чему отвечает программа фактически. Эксперты Барнаульского рынка недвижимости изменения в программу ожидают уже осенью. Относятся к ним неоднозначно. Говорят, мало кто из городских жителей согласится строить дом в глуши. Но в то же время уверены, рынок и к этим нововведениям адаптируется. Покупатели, к примеру, смогут брать льготные кредиты на дом по другим госпрограммам. Тем более, что соблазнительные по сельской ипотеке 3% годовых весьма сомнительны из-за пунктов договора, могут измениться до ключевой ставки Центробанка. Клиент, когда выходит на сделку, это и так сложно. Это, как правило, единственный раз в жизни. И он говорит, а неужели у меня такое случится? Но все равно у нас люди оптимисты, и они говорят, ну, со мной такое не произойдет. Дай бог выплатят, что там побыстрее. Идут, рискуют. То есть, конечно, хотелось бы конкретики. То есть, если 3%, то это навсегда. Фиксированная ставка, да. То есть, чтобы не было такого вот смятения. Есть и другие нюансы программы. Сельскую ипотеку по-прежнему выдают всего несколько банков, что не очень удобно, говорят эксперты. С июля введен механизм эскроу-счетов. То есть, деньги от банка клиент и застройщик могут увидеть лишь после введения дома в эксплуатацию. У многих подрядчиков возникает вопрос, а строить на что? И остается момент с объемом субсидий из федерального бюджета. Деньги на кредиты, как правило, быстро выбирают. И если сравнивать то количество заявок, которые подают наши клиенты на эту программу, с тем, сколько реально удается одобрять и вводить в сделки, примерно соотношение такое, я бы сказал, 40% только удается вводить. Как раз в том числе из-за того, что лимитов в очередной момент, когда клиент уже готов выходить в сделку, их нет. И все же эксперты надеются, что сельская ипотека, несмотря на все нюансы, продолжит жить. По их мнению, этот проект до сих пор был неплохим импульсом для развития пригородов и сел. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.